Что имел в виду Иисус Христос, когда называл людей солью? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть, что делает соль. Куда мы ее пользуем? Во-первых, это как вкусовая добавка. Мы пользуем ее в пище для вкуса. Без христиан, без верующих, этот мир будет безвкусным. И второе, мы пользуем соль для того, чтобы сохранить продукты, как консервант. Значит, Бог сказал, что вы, верующие, будете консервантом для этого мира. Для того, чтобы этот мир не скоро разложился, вот я посылаю вас, я вас распределяю по территории. Когда Иисус Христос говорил за соль, Он сказал, что есть еще возможность, что соль может потерять силу. Когда соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Что имел в виду в этих случаях Иисус Христос? Что христиане могут обессилиться, потерять силу свою, и поэтому в таких случаях тогда они ни на что не годны. Вообще-то, в тех территориях, когда происходит какой-то соблазн, то вместо того, чтобы эти верующие сохранили эту территорию от разложения, то они становятся предметом разложения. Посмотрите, послание Римлянам, первая глава, вторая половина первой главы. И там увидите, что как раз аморальность и разложение приходят через соль, потерявшую силу. А по примеру Ветхого Завета, это причина всех войн, всех бед и болезней. Неужели все так безутешно заканчивается? В том же Ветхом Завете написано «Если смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их». 2 Паралепименон 7.14 Или Еремии 26.3 «Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего, и тогда Я отменю то бедствие, которое Думаю сделать им за злые деяния их». Позвольте ободрить вас, дорогие, в том же Ветхом Завете сейчас, где мы так много видим Божьего наказания и Божьего правосудия, Бог говорит, что есть шанс, есть возможность. Да, Я определил наказание. Да, Я определил уничтожение. «Но в связи с тем, что покаются, начнут молиться и приложат усилия искать Меня, тот же Ветхий Завет говорит, я прощу, я отменю, я подниму». Хорошо. Неневия. Бог посылает Иону и говорит, Иона, иди скажи, что через 40 дней вся Неневия будет уничтожена. Иона пришел, и это говорит, Бог отменил то зло, потому что люди услышали, люди покаялись, начали поститься, молиться, и Бог просил их. Вообще-то пришло то наказание на Неневию, но пришло через 120 лет. Получается, вот то поколение, потом еще два или три поколения вперед, они жили в благополучии, потому что Бог отменил. Они покаялись, и Бог сделал свою работу. Поэтому, друзья дорогие, Христос в Новом Завете пролил свою святую кровь за нас, за людей, не для того, чтобы мы покаялись, согрешили, убили, но того не стало, чтобы мы возвратили той потерянный рай, чтобы мы пришли в то прежнее положение. И поэтому, дорогие, есть у нас выход. Бог дает новый шанс человеку. Я хочу обратиться к тем людям, которые говорят, не надо молиться, уже у Бога все определено, все, как Он захочет, так и сделает. Я вообще считаю, что эти вещи говорят ленивые трудни, которые живут за счет других верующих, которые не хотят ни молиться, ни служить Господу, как положено. И поэтому, что будет, что Господь даст, то и будет. Да. Но если ты покаешься, если ты взыщешь Господа, начнешь молиться в любой ситуации, то Бог знает, как изменить, как сделать. Посмотрите на Ахава. Господь послал пророка и говорит, иди скажи, что я ему не прощу. А потом Бог говорит тому же пророку, иди и скажи ему, что, посмотри, как он смирился передо мной. И поэтому, друзья, дорогие, я прошу вас, не теряйте времени. Помни, ты соль. Бог определил тебя быть солью. А есть тот, который хочет сделать тебя бессольным, безвкусным, и чтобы с тебя ничего не получилось. Я побуждаю вас и ободряю. Дорогие, пожалуйста, подними, стань на ноги, оставь твой любимый грешок, откажись от всякого беззакония, молись и проси Бога. Бог знает, и Бог пообещал в Слове Своем, это Божье обетование. Бог хочет восстановить тебя, сделать, чтобы ты был вкусом для этого мира, и чтобы ты был тем, которые грешники лезут, законы лезут, все меняют. А ты говоришь, стоп, 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 подождите. Бог еще не сказал свое последнее слово. Поэтому, дорогие, Бог через меня сегодня вам говорит, поднимись, стань твердо, укрепи твои ослабевшие колена, и иди ногами прямо, подними твои опустевшие руки, и пусть они будут подняты для славы нашего Господа и для свидетельства во имя Иисуса Христа. Будьте благословены. Аминь.